в этом видео я буду говорить о нюансах работы с термокристаллами и использование для работы с ними аппликатора то есть в принципе нюансы работы с аппликатором потому что если вы смотрели видео современное оборудование для стразирования на нашем канале я там показывала именно варианты и тех приспособлений при помощи которых сегодня можно крепить термокристаллы значит на английском языке эти кристаллы называются ход фикс я буду сегодня использовать обычный аппликатор существует я напомню вакуумный аппликатор можно крепить термокристаллы при помощи утюга при помощи полуавтоматических и автоматических станков и при помощи прессов при помощи больших прессов термопрессов и так мы говорим об аппликаторе в первую очередь мы определяемся с размером нашего кристалла например я буду использовать сейчас кристаллы сваровский 16 размер с с 16 в диаметре он 4 миллиметра я беру свой набор насадок на аппликатор их здесь размеров этих насадок гораздо меньше чем размеров кристаллов существует и удобнее всего если я использую например кристалл в диаметре который 4 миллиметра взять насадку не на 4 миллиметра а чуть чуть меньше на 3 миллиметра вот я брала 16 размер здесь у меня кристалл остался внутри прилип не сваровский а простой обыкновенный кристалл недорогой но так или иначе как какой бы кристаллу не использовали он тут застрянет нужно отсюда его пока он горячий сразу чем-то выковыривать вот чтобы на это не тратить ни времени не усилия можно взять просто диаметр чуть чуть меньше и сразу использовать насадку чуть чуть меньшего диаметра что я сейчас и буду делать итак я прикрутила свою насадку которую я выбрала и включаю кнопку естественно включен в сеть мой аппликатор беру те кружевные аппликации или может быть какой-то крой какой у меня есть сегодня я покажу на примере аппликации прикреплю несколько кристаллов для того чтобы увидели как как с этим работать в две минуты нужно чтобы аппликатор нагрелся до нужной нам температуры и дальше каждый кристалл за 5 секунд приклеивается раскладываем кристаллы по тем участкам где мы хотим чтобы они у нас присутствовали где же мы хотим я возьму другую аппликацию то уже вся заполнена можно сказать кристаллами и несколько штучек этих несколько кристаллов прикреплю еще немножко надо подождать две минуты я думаю еще не прошло вот есть разница между тем когда вы на какие-то нитки приклеиваете либо приклеиваете на ткань или вы приклеиваете на прозрачный материал или вы приклеиваете на сетку вот я сейчас эти нюансы вам тоже все покажу так думаю уже две минуты прошло перпендикулярно поверхности стола я держу свой аппликатор прижимаю к кристаллу и держу так 5 секунд 1 2 3 4 5 проверяем все кристаллы четко приклеились теперь если я хочу все-таки на органзе где-то приклеить или на сеточке вот как эти два например частички клея который есть на второй стороне каждого кристалла они пройдут сквозь материал на бумагу то есть вы видите я все это делаю на бумаге если это делать допустим просто на гладильной доске во первых поверхность должна быть твердая так легче работать чем на мягкой поверхности кристаллы не будут сползать на мягкой поверхности они будут сползать вам их придется ловить все но в общем то можете попробовать и на мягкой может быть вам кому-то это понравится мне удобнее все таки на твердой поверхности так я обещала на прозрачный показать показываю и так частички клея сейчас пройдут на бумагу долго ждать нельзя иначе мы оторвем вместе с бумагой кристалл вот я убираю прекрасно отклеилась что будет если я не сразу уберу отклею от поверхности бумаги вот сейчас посмотрим приклеили убрали посидели подождали поговорили забыли вот уже сложнее отклеивается если еще дольше ждать то просто будете вырывать с кусками бумаги вы увидите что ну не очень хороший вариант поэтому вот эти нюансы тоже их важно помнить при работе с прозрачными вот такими тоненькими материалами как органза и сетка теперь если нужно допустим строзировать перчатку уже готовую или не перчатку а просто кружевную аппликацию но она уже расшитая нам тоже здесь удобнее всего использовать аппликатор они утюг или еще что-то потому что именно по одному камешку здесь совершенно спокойно мы можем приклеить в нужных нам участках но у меня здесь все просто заполнены бисерами даже не представляю и рубленным стеклярусом даже не представляю куда еще здесь можно камни добавить ну допустим в пробелах между вышивкой на сеточке 5 секунд ждем и в общем то мы наш кристалл уже прикрепили теперь еще такой нюанс допустим при работе именно вот с перчаткой нам нужно прикрепить где-то на сеточке наши кристаллы нам нужно бумагу проложить внутрь перчатки это может быть несколько слоев сложенный лист бумаги как я вот сложила пополам еще раз пополам то есть четыре слоя или просто берете кусочек белого картона в общем что у вас есть под руками то и используйте главное что поверхность была белая и чистое это очень важно вот и вот где хотим на тех участках и добавляем наши кристаллы ждем 5 секунд обязательно сразу отклеиваем от поверхности бумаги если мы хотим дальше проклеивать то ждем еще буквально но две-три секунды что дать возможность этому кристаллу остыть чтобы он снова пока клей горячий не приклеился где-то вот нужно подождать несколько секунд пока он остынет и двигаться дальше все достаточно быстро я больше рассказываю чем на самом деле есть если нам нужно поменять допустим размер кристалла здесь у нас все еще насадка горячая мы выключаем ждем минут десять-пятнадцать пока не остынет наша вот эта насадка она очень горячая раскаленная как вы понимаете то есть нужно подождать только после этого меняем насадку на следующую и продолжаем работу если нет времени ждать пока насадка остынет значит нужно взять кусочек ткани сложенные в четыре или большее количество слоев и открутить вот эту насадку при помощи уже ткани ткань кружево что что у вас есть под руками и так заменили насадку и например мне нужно вот с маленькими кристаллами работать насадки соответствующие им тем более меньше здесь в этом комплекте нет есть другая насадка вот с такой плоской поверхностью смотрите у всех остальных есть вогнутость внутри насадок я показываю вам покрупнее насадку что было хорошо видно во всех остальных тоже есть вот это вогнутость и 1 насадка абсолютно такая ровная у нее поверхность вот для маленьких кристаллов удобнее всего использовать ее здесь я возьму сейчас несколько черных маханьких кристаллов чтобы лучше было видно удобнее конечно как по мне удобнее всего работать когда есть такая вот вогнутость ты ставишь прямо на кристалл вот эту насадку и даже можно подвинуть кристалл прямо внутри насадки которые находятся если вдруг там он сдвинулся здесь так не получится здесь немножечко сложнее хотя в принципе тоже ничего сложного чуть-чуть не так комфортно напоминаю что это обычный аппликатор они вакуумный я использую при работе сегодня вакуумный он как бы всасывает воздухом наш кристалл но это уже в месте приобретения где вы будете приобретать если будете приобретать вакуумный себе для работы вам продавец консультант должен дать подробную консультацию работе с ним то есть вот так точно так же ждете 5 секунд и ваши кристаллы уже зафиксированы если вдруг произошло так что приклеили не в том месте вот ошиблись вот что делать берете еще раз ставите на 5 секунд вашу насадку раскаленную к вашему кристаллу и снимаете с усилием я например отрываю при помощи своего ногтя может быть кому то нужно еще какое-то дополнительное приспособление на случай исправления ошибки кристалл который вы убрали с поверхности то есть тот который я только что убрала как бы так сорвала с усилием повторно использовать уже нельзя на этом все с вами была алена пекур дизайнер нарядов для торжеств до встречи в новых видео приветствую всех кто смотрит это видео с вами алена пекур дизайнер нарядов для торжеств это видео посвящено оборудованию для стразирования и так самые простые способы наверняка известные большинству из вас это конечно же аппликатор он же называется паяльник для страз можно встретить под названием аппликатор тире паяльник для страз то есть вот такие три названия под этими названиями можно их приобрести открою покажу большинству из вас как я уже сказала они хорошо известны эти аппликаторы конечно же утюг можно использовать и вот восковой карандаш тоже помогающий в работе облегчающий работу со стразами но акцент в сегодняшнем видео я хочу сделать на автоматах полуавтоматах и на вакуумных аппликаторах вакуумный аппликатор сейчас покажу так он как бы засасывает кристалл присасывает его к себе что значительно облегчает работу то есть нет необходимости в восковом карандаше в пинцете еще в каких-то приспособлениях различных вот вот такой вакуумный аппликатор следующий вид оборудования сейчас одну секундочку это автоматические полуавтоматические машины одну секунду я открою так ультразвуковой станок ультразвуковой аппликатор вернее вот это автомат автоматический станок какой он в действии есть у меня видео я подготовила сейчас вам я его покажу кусочек нашла в интернете так это дом моды или сап куда светит красный свет тут там и в общем то оказывается на этом все в этом ролике больше нам не показывают как это все работает но я думаю основной принцип он понятен теперь еще хочу показать один способ крепления страз но на футболки на футболку например либо на выкроенной детали то есть на детали кроя также нашла очень хорошее видео показывающие нам сейчас две секундочки здесь будет участвовать в процессе термопресс немножечко ускорю то есть изготовитель засыпала стразы непосредственно в заранее подготовленный трафарет расправила их сделаны несколько трафаретов для разных цветов для белого для красного кристалла и дальше еще она будет стразировать глазки носик вот такие современные способы на этом все с вами была алена пеку дизайнер нарядов для торжеств до встречи в новых видео всем привет с вами алена пеку и в этом видео я хочу показать как декорировать термокристаллами различные кружевом и так нам понадобится сами термокристаллы нам понадобится кружевное полотно и белый лист бумаги конечно утюг наш утюг которыми сегодня буду работать самое важное это платформа так кристаллы я использую сваровским ход фикс вот я использую сейчас кристалл цвет кристалл 10 размер 16 и 20 так возьму-ка я например 16 размер можно использовать не только сваровский я их использую по следующим причинам сейчас я буду делать буду рассказывать значит дешевые кристаллы они как вот расслаиваются то есть хрусталь или стекло и здесь хрусталь является основой для этого кристалла другие кристаллы для их основы используются стекло и термопластмасса так то есть внешний вид изделия совершенно другой более простой и в общем то расслаиваются стекло вот это отдельно а то на чем оно приклеивается на чем она держится это стекло вот такая вот основа то я вам обратную сторону кристалла показывают лицевая вот скажем так изнаночная сторона тут это нижняя сторона она отклеивается с кристаллами сваровский все по-другому я никогда не сталкивалась с какими-либо подобными проблемами при работе с кристаллами сваровский буду откровенно сняла предыдущий дубль и получился у меня вот такая вот неприятность я взяла термо-жемчуг простой хотела показать в ролике как с ним работать я никогда не использовала простой жемчуг но вот взяла думала покажу вам минусы и плюсы вот расплавился расплавилась одна жемчужина а две другие оставили клеевой след на бумаге сами прилипли кубку вот еще одно доказательство лично для меня что все-таки нужно использовать кристаллы сваровский так снимаем вот наши камни уже приклеились можно попробовать на более плотные крошева вот здесь вы можете видеть уже есть кристалл возьмем еще не декорирована аппликация кружева макраме или их еще называют венские кружева и так выкладываем то что нам надо там где мы хотим поскольку я уже взяла 16 размер в руки то я запомню те места где у меня 16 размер после того как кружева декорируем кристаллами мы можем если мы хотим конечно же дополнительно аппликацию или кружевное полотно или кружевной край что мы там декорируем расшить например бисером или рубленым стеклярусом вот как например на том полотне с которого я начала этот ролик я сейчас еще раз покажу почему бумага под низом потому что в некоторых частях кружева она недостаточно плотная как например вот здесь то есть есть сеточка здесь основа была у нас сеточка и если не положить бумагу то просто прилипнет к чехлу гладильной доски просто приклеится и все и потом останется вот этот клей на гладильной доске и в общем то нужно делать новый чехол либо если не сделать то то изделие которое вы будете утюжить следующий раз на вашей гладильной доске ждут неприятности останется какой-то клеевой след уже на изделии в общем то три вот этих кристаллика у нас уже есть можно добавить еще здесь в цветах не стоит 16 размер вот этим покрупнее 30 размер а цвет называется кристалл вот он кристалл тем кому не нравится работать или не понравится с термо кристаллами существует можно купить просто кристаллы без клея и отдельно клей и холодным способом наносить то есть капельку клея нанесли и приклеили но мне кажется так работает для меня лично проблематичный так мне быстрее абсолютно любой участок корсета я могу декорировать вот именно этими кристаллами hotfix то есть термо кристаллами так еще есть пришивные как правило пришивные покрупнее если у них тоже вот такая вот металлическая основа как здесь вот пример более крупного кристалла сейчас вот у нас приклеились я проверяю ногтем или пальцем как приклеились вот эти кристаллики если вдруг случилось так что кристалл немного съехал когда он еще горячий его можно с небольшим усилием подвинуть на то место которое нам надо допустим мы поставили на центр самый да а он немножечко вместо центра куда-то съехал в какую-то сторону мы можем это откорректировать но только когда он горячий можно попытаться еще раз разогреть этот кристалл и разогреется клей который на него нанесен и подвинуть но если вовремя это не сделать не поспешить то есть можно если со сперы со второй попытки в этого не сделали на третью четвертую попытку может не получиться вот тут у меня немножко съехал не сейчас его хочу чуть-чуть поставить на место назад вот поставила но и здесь соответственно точно так же вот я двигаю надеюсь видно вот это в камеру попробуйте я думаю у вас все должно получиться здесь нет ничего сложного все очень просто итак несколько слов о пришивных кристаллах из них можно формировать различные броши не только пришивать на кружева можно напрямую к основному материалу пришивать в общем как хотите зависит от вашей фантазии и от того что хочет сам клиент который к вам пришел вот например такая брошь центр корсета внизу как можно допустим или за где-то сбоку на юбку в общем где захотите у меня есть одно платье на котором непосредственно вот эта брошь присутствует в группе вконтакте или на моей личной странице вконтакте есть альбом мои работы и там девочка очень такая красивая блондиночка с пышная короткая фатой и прозрачным корсетом вот в центре корсета находится вот такая брошь я делала можете посмотреть в изделии как это выглядит если зайдете в мою группу так теперь еще покажу несколько цветов то есть цвета различные также в своей группе вконтакте я выложу большое количество разновидностей то есть фото с большим количеством кристаллов различных форм различных цветов то есть тот максимум который я на сегодняшний день знаю и чем могу воспользоваться но насколько я понимаю это все кристаллы сваруски которые у меня и не только у меня вообще у компании сваруски есть я выложу то есть я не рекламирую непосредственно саму компанию моей целью и задачей сегодня не является реклама этой компании просто кристаллы очень хорошие на самом деле то чем всегда доволен клиент это чем я всегда довольна как мастер на этом все с вами была алюна пеку до встречи в новых видео